Все, кто работает на предприятиях Ленинского района, вместе со своими коллегами каждую весну выходят на субботники. А ведь рабочие коллективы не всегда очищают территорию около своих организаций. Чаще их трудовой десант высаживают в сильно замусоренной лесополосе. Именно там многие наши граждане любят уютно проводить время, но, к сожалению, убрать за собой не считают нужным. Поэтому депутаты городского совета Игорь Коршаков и Роман Харланов решили пригласить своих избирателей, проживающих в 6-м микрорайоне, совместно очистить березовую рощу. Иди-ка сюда. Вот это надо все в кучу сложить. Вот это. Вот эти железки надо убрать. И все это сложить вот так в кучу. Давай. Утро 12 апреля началось у сознательных жителей 6-го микрорайона с уборки рощи. Люди решили поддержать инициативу депутатов, и первой добровольной помощницей стала Анна. Жители уже ждали. Приготовили перчатки, грабли и мусорные мешки. Я просто сюда недавно переехала, увидела объявление в подъезде и решила, что обязательно нужно присоединиться и убрать березовую рощу. Информация о проведении субботника была заранее размещена в подъездах. Павел тоже увидел объявление и решил выйти на весеннюю уборку. Я вот решил принять участие. Не безразличная судьба. Здесь гуляем с детьми, с собаками, с женой. Хочется видеть чистым лес, чтобы гулять было приятно. Взрослые приходили вместе с детьми, которые очень активно помогали родителям. В семье Куприных считают, что субботники – это элемент трудового воспитания, полезное и приятное времяпрепровождение на воздухе. Мы решили очистить наш лес от мусора и выйти на субботник. Хорошая погода. И вместо прогулки мы решили сделать чистоту в нашем лесу. Вам не обидно, что мама сказала, не пойдем гулять, а будем убираться? Нет, потому что все-таки как-то и прогулка немного, и уборка, помощь природе. Бутылки, банки, полиэтиленовые пакеты, ржавые мангалы и даже диваны – чем только не завалена эта лесополоса. Люди привыкли отдыхать с комфортом. Жалко, что только пока они не научились убирать за собой. Субботника может не быть, если каждый не будет гадить. Но когда все гадят, то необходим субботник. Действует он неделю примерно, потом лес опять зарастает мусором. Если не выйти на этот субботник, то он просто будет зарастать в геометрической прогрессии. И вроде бы все это понимают. Только вот приглашение на субботник либо не заметили, либо не захотели замечать. А вы в курсе, что сегодня субботник? Нет, не в курсе. Я не знал. А вы в шестом микро-районе живете? Да, в этом доме живу. Объявления развешаны? Не обращал внимания. Хорошо, сейчас я пойду переодевать. А мы не в этом городе живем. Мы в гости к детям приехали. Не знаем. А ваши дети почему не вышли на субботник? Не, они, может быть, и выйдут. Мы сейчас с внуком будем играть, а они, может быть, и выйдут. Давно уже власть не делает ставку на участие рядовых жителей в субботниках. Поэтому приятно, что есть видновчане, которым не зазорно взять в руки грабли и метла и сделать наш город более ухоженным. Ну, особую благодарность я бы хотел все-таки выразить жителям, которые нашли время, проявили свою гражданскую активность, позицию выразили тем, что они не только говорят о том, что нужно кому-то наводить порядок, а сами своим трудом убирают за теми, кто привел лес в не очень хорошее состояние. Уставшие и довольные жители расходились по домам после весенней уборки. Ведь сегодня они собственными руками создавали уют и чистоту своего дома. Елена Бабина, Олег Федоров, Наталья Буслаева, Видное ТВ.